ASICS GEL NUSA 312 кроссовки сделанные специально для триатлетов сейчас я попытаюсь рассказать о том что вы не сможете найти в интернете глядя на фотографии можно упустить некоторые нюансы и я надеюсь это видео эти нюансы все раскроет ключевые факты гель NUSA 312 дроп 8 миллиметров вес 230 грамм в размере который я держу в руках а это 12 половиной он к сожалению мне не подошел вес 290 грамм за 300 грамм не вышли прекрасные соревновательные кроссовки я не понимаю почему компания ASICS не пишет эти ключевые данные на своем сайте их достаточно тяжело найти и выбирать кроссовки я по крайней мере я всегда обращаю на эти данные внимание но ASICS их зачем-то замалчивает мне абсолютно это непонятно и здесь я просто ASICS ставлю жирный минус потому что мне приходится залазить не на головной сайт а искать на каких-то других сайтах основные параметры кроссовок которые они производят это косяк ребята подошва этих кроссовок абсолютно идентична ну конечно за исключением цвета ASICS гель DC trainer 24 есть такие кроссовки все точно так же только другие цвета естественно никаких аляпистых оттенков вот эта синяя штука эта резина зелененькая это стабилизатор он уходит далеко вперед на пяточке написано гель там должна быть гелевая подушка я не скрывал не знаю но поверю на слово я бегаю на носок поэтому гель на пятки мне абсолютно незачем и я думаю что он негативным образом влияет на вес кроссовка если бы геля не было скорее всего грамм 5 можно было бы скинуть промежуточная подошва это fly phone она не полностью не совсем полностью отдает ту амортизацию которую могла бы это связано с тем что если мы достанем стелечку то увидим здесь не промежуточную подошву а ткань и нога которая давит на подошву она давит не на саму подошву а давит на ту тряпочку поэтому получается эффект когда на воду постелить лист газетки она нужна для того чтобы вверх кроссовка функционировал правильно для того чтобы он удерживал ногу соответственно то что вы трогаете руками ногами она будет намного намного жестче по ощущениям и толщине то что я здесь вижу я думаю что эти кроссовки достаточно жесткие и не стоит искать в них никакого комфорта они сделаны для скорости feel fast и я надеюсь что также быстро в них и будут себя ощущать бегуны верх мне понравился здесь такая очень крупная сетка сеточка как и у всех других кроссовках она заканчивается примерно на этом уровне то есть здесь нога дышит здесь дальше она не дышит тоже немногие при выборе кроссов кроссовок обращают на них внимание это я называю силовые линии силовые линии есть у всех правильных кроссовок сейчас возьму пуму на которой это прямо отчетливо видно она тут уже у меня продралась если кроссовок сделан из единой ткани то обязательно будет вот такая усиливающая вставка adidas делает три полосы для того чтобы удерживать хорошо ногу с помощью шнурков если в этих усиливающих линии нет соответственно у меня есть такие кроссовки происходит как в найках вот эта часть от подошвы до верха шнурков она растягивается получается то что вверх амортизирует и ногам не плотно удерживается может съехать носку и заработать черный ногтем опять же важная фишка если используются резиновые шнурки то собственно все эти усиливающие элементы они не к черту потому что все равно так или иначе они будут растягиваться именно поэтому бегуны не любят резиновые шнурки их не используют используют шнурки обычные чтобы нога хорошо удерживалась и если вдруг вы решите побежать какой-нибудь очень холмистый марафон с резиновыми шнурками практически неизбежно вы заработаете черные ногти я бы вам не рекомендовал поэтому используйте обычные шнурки на шоссейных забегах особенно когда там есть холмы переходим к важным функциональным вещам которые можно найти на специальных казалось бы триатлантских тапках первую очередь это резиновые шнурки но резиновые шнурки можно поставить и на абсолютно любые другие кроссовки те кто уже сталкивался с резиновыми шнурками скорее всего они будут с такими двумя длинными усами которые болтаются которые надо заправить но их можно отстричь тогда они будут болтаться немножко меньше асикса решили эту проблему они сделали шнурки вот с такими шишечками и на выходе у вас всего вот таких вот два хвостика торчит я считаю что это очень правильно и очень удобно дальше триатлонский функционал это у нас система натягивания кроссовка сзади есть вот такой вот хлястик а спереди в язычке есть вот такая дырочка но почему здесь не петелька я не понимаю мне было бы очень удобно делать это петелькой вот этот язычок он еще немножко так амортизирует я тоже почему-то сомневаюсь что это хорошо как-то вот последний тренд очень непонятный есть вот такие вот алики здесь сделали вообще резинку это абсолютно неудобно я натягиваю кроссовки естественно удерживая вот за это такой вот хвостик супер триатлонским фишкам я не могу вот эти вот штуки отнести потому что если взять абсолютно дешевые трейловые кроссовки то я тоже здесь найду петельку сзади петельку спереди очень важная деталь которая меня сильно разочаровала в этих кроссовках я надеялся и я был абсолютно уверен что если решили эту проблему но к сожалению нет если сильно потянем за язычок вот в соревновательном пылу я уверен что это будет прям вот так язычок сворачивается трубочкой если сюда засунуть ногу будет складка с той стороны и с другой придется это все пальцами потом выправлять да можно наловчиться но почему нельзя было решить эту проблему как например это сделала фирма соломон не помню как у них эта фишка называется но язычок у них не ходит край язычка он пришит к эластичной ткани с той с другой стороны соответственно он не ходит и он представляет из себя единую структуру и например если потянуть за край язычка то вот такого уже не произойдет крылья язычка в моделях соломон останутся нормальными в некоторых моделях я встречал край язычка пришит на резиночках тоже вариант здесь этого ничего нет поэтому скорее всего язычок будет подворачиваться и доставлять неудобства на коротких стартах я бегаю в таких стареньких найках у которых совершенно нет языка поэтому проблема такая полностью исключена почему нельзя было что-то предусмотреть в кроссовках специально сделанных сделанных для триатлона я просто не понимаю еще одна фишка на которой бы хотелось заострить внимание это вот такие вот темненькие вставки в темненькие вставках более плотная сетка мелкая и я так понимаю что она сделана для того чтобы сливать воду очень многие триатлеты бегают по жаре сильно обливаются и кроссовки намокают и скорее всего вот эта штука она сделана для дренажа тоже обратил внимание я на стельку стелька сделана не из ртолита из какого-то другого пеноматериала надеюсь что он меньше впитывают влагу чем ртолит потому что если облить кроссовки например вот такие с ртолитовыми стельками они из 300 граммовых в одночасье превратятся в 500 граммовые лишние 200 грамм на ногу я бы не хотел именно поэтому я не обливаюсь полностью чтобы меня там из поливайки облили так чтобы меня были мокрые ноги хотелось бы подытожить обзор этих кроссовок тем что с моей точки зрения эти кроссовки в первую очередь это понты понты важные нужные без которых триатлету к сожалению хорошему триатлету не прожить потому что каждый триатлет это товарищ амбициозный и он уделяет особое внимание тому как выглядит что носит эти кроссовки своеобразный идентификатор я триатлет вас будут идентифицировать как триатлета на любых стартах даже если вы вставите обычные шнурки в эти кроссовки они идут в комплекте будут подходить к вам и находить какой-то общий язык наверное такие же люди с бритыми ногами соответственно если вы хотите показывать людям что вы триатлет эйсикс гель нуса 312 это ваш выбор если вы хотите сэкономить денег то я бы рекомендовал обратить внимание на менее дорогие модели которые тоже не менее функциональны спасибо что досмотрели до конца если вам понравилось поставьте лайк и ждите следующих обзоров